Большого взрыва, то реликтовые нейтрины появились уже в первые несколько секунд, а реликтовые гравитационные волны еще раньше. Если в ближайшие столетия ученым удастся открыть кротовые норы в природе или создать их в лаборатории, это будет означать настоящий переворот в физике пространства-времени. Но даже если этого не произойдет, теоретические представления об этих объектах помогут ученым еще глубже понять природу пространства-времени и гравитации. Так или иначе, сегодня человечество обладает сравнительно неплохим пониманием того, как могут быть устроены кротовые норы. И даже их изображения в фантастических фильмах не так далеки от реальных теорий. Например, в широко известном фильме «Интерстеллар» сведения о дополнительных пространствах вполне соответствуют научным представлениям. Ведь консультантом при написании сценария был нобелевский лауреат, специалист в области физики черных дыр Кип Торн. Появление новых сведений и теорий, связанных с этими объектами, позволит ученым еще больше понять то, как устроена наша Вселенная. И возможно найти способ установить контакт с иной развитой цивилизацией. Субтитры создавал DimaTorzok